На протяжении многих лет сотни тысяч экспедиций пытались разгадать все тайны, существующие на Земле. Однако, похоже, чем больше мы расследуем, тем больше вопросов и странных вещей выявляется. Присоединяйтесь к нам, когда мы рассмотрим 15 последних археологических открытий. Номер один. Трехпалая мумия, подаренная миру исследователем Хайми Масаном, является одной из самых спорных и обсуждаемых находок в современной археологии. Обнаруженная в 2017 году недалеко от Наски, Перу, эта мумия высотой около 1,68 метра вызвала бурные споры из-за своих необычных анатомических особенностей, в том числе трех длинных пальцев на каждой руке и ноге, удлиненного черепа и атипичной структуры костей. Мумия была подвергнута нескольким тестам на датировку с помощью углерода, 14, которые показали ее возраст от 1700 до 1800 лет, что соответствует доколумбовому периоду. Однако подлинность и происхождение мумии были предметом скептицизма и споров в научном сообществе. Многие эксперты утверждают, что это могло быть мошенничеством или подделкой известных человеческих останков. Рентгеновские снимки и изображения компьютерной томографии показали костную структуру, которую некоторые исследователи считают человеческой, но с модификациями. Сторонники подлинности мумии, такие как Массан, утверждают, что это могло быть свидетельством существования неизвестного гуманоидного вида или инопланетных посещений в древние времена. Одним из наиболее интригующих аспектов мумии является наличие металлических имплантатов внутри тела, что заставляет некоторых размышлять о передовых технологиях, используемых этой предполагаемой цивилизацией. Кроме того, кожа мумии покрыта белым веществом, которое, возможно, использовалось в процессе мумификации. Открытие было представлено на различных форумах и в средствах массовой информации, вызвав как энтузиазм, так и критику. Исследования мумии продолжаются. Группы учёных стремятся определить её истинное происхождение и природу посредством более продвинутого генетического и морфологического анализа. Номер два. Викинги, известные своей свирепостью, носили с собой меч Ульфберт, оружие, изготовленное из настолько чистой стали, что его качество сегодня трудно воспроизвести. В Европе был найден около 171 меча Ульфберта, датируемого между 800 и 1000 годами нашей эры. Эти мечи были изготовлены из металла почти без примесей, известного как тигельная сталь, для которой требовалось плавить железо при очень высоких температурах, что было неизвестно в Европе на протяжении веков. Сталь Ульфберта содержала в три раза больше углерода, чем другие мечи того времени, что делало их прочнее, гибче и легче. Такой уровень чистоты и контроля выбросов углерода был подвигом, который считался невозможным до промышленной революции. Однако средневековые кузнецы не могли достичь температур, необходимых для отделения шлака от железа. Эксперты полагают, что для изготовления Ульфберта была необходима температура в 1700 градусов по Цельсию, чего кузнецы-викинги достигли на 800 лет раньше своего времени. Хотя секрет его изготовления утерян, современный кузнец Ричард Фурер сумел воссоздать аналогичный меч по средневековой технологии, хотя и описывал его как чрезвычайно сложный. Имя Ульфбергт, выгравированное на мечах, остается загадкой. Некоторые полагают, что это изображение легендарного кузнеца или семьи кузнецов, другие предполагают, что это может быть связано с монастырем или тайным обществом. Ульфберты, вероятно, были оружием элиты викингов, поскольку их было найдено всего 171. Происхождение технологии, использованной для создания этих мечей, неизвестно, что привело к предположениям о влиянии развитой цивилизации на знания в области металлургии. Тайна имени Ульфберта и того, как викинги приобрели эту технологию, остается одной из величайших археологических загадок. Номер три. Тайна Бальбека. Весь город Бальбек в Ливане является одновременно чудом и археологической загадкой. Но именно мегалитические камни, ограненные в карьере, открывают нам величайшую загадку из всех. Один из них, Саут-Рог, весит около 900 тонн. Нет четких указаний на то, для чего нужны были камни, почему они были обрезаны до таких размеров, и как кто-то, живший в древние времена, мог мечтать переместить их куда-нибудь после того, как они были огранены. Западная скала еще больше. Ее вес составляет около 1000 тонн. Одна из теорий гласит, что они должны были стать частью Бальбекского трилона, но, поскольку участок трилона находится в гору от карьера, потребовалось бы невообразимое количество энергии, чтобы тащить или толкать их в гору. Мы даже не можем точно сказать, кто производил резку. Обычно его приписывают древним римлянам, но мы не видели никаких доказательств того, что они пытались добыть такие огромные мегалиты где-либо еще на территории своей древней империи. Сегодня этот строительный проект посчитали бы слишком сложным, не говоря уже о тысячах лет назад. Номер 4. Религиозная иконография. Эти вырезанные из болота миниатюры невероятно изысканны. Было найдено всего 135 скульптур, которые иногда еще называют молитвенными орехами. Все они были созданы между 1500 и 1530 годами в Нидерландах. Это говорит о том, что они могли быть работой одного человека. Маленькие алтари соединены перфорациями настолько маленькими, что стыки полностью скрыты. Нам удалось определить, как они были собраны, только с помощью рентгеновских лучей и микроскопов. Но тот факт, что нам нужна такая передовая технология, чтобы определить, как они были созданы, поднимает вопрос о том, как кто-то мог собрать их вместе без использования такой технологии. Булавки, которые удерживают все на месте, меньше семени травы. Человеческий глаз не способен их увидеть, так как же человеческие руки могли перемещать их с такой точностью. Кто-то в Нидерландах прятал старый рентгеновский аппарат. Единственное другое объяснение состоит в том, что человек, который их сделал, был настолько невероятно близорук, что был бы почти слеп к чему-либо, находящемуся на расстоянии более 30 сантиметров от его лица. Номер 5. Дальмен Сота. Дальмен Сота – это испанская загадка, которой пять тысяч лет, и которая, вероятно, не будет разгадана в ближайшее время. В испанской провинции у эльва имеется около 200 ритуальных захоронений эпохи неолита, но ни одно из них не сравнится по великолепию с этим невероятным подземным сооружением. Название Дальмен де Сота происходит от Арманда де Сота Марилиса, который обнаружил огромную проходную гробницу, пытаясь построить новый дом на своей земле в Андалусии в 1922 году. Великий немецкий археолог Хуга Эбермайер был вызван на это место для раскопок и нашел восемь комплектов человеческих останков, захороненных в позе эмбриона, в окружении погребальных предметов. Объекты включают чашки, кинжалы и морские окаменелости, захоронение людей вместе с морскими окаменелостями, необычная практика, никогда ранее не наблюдавшаяся в Испании, и ее значение неизвестно. Не менее загадочные 43 стоящих камня, окружающих Дальмен, каждый из которых покрыт гравюрами, изображающими ножи, чашки, человеческие фигуры и абстрактные формы. Спустя сто лет после открытия, мы до сих пор ничего не знаем ни о том, кто здесь был похоронен, ни о том, что означают тщательно выгравированные символы по отношению к захоронениям. Номер 6. Леди из церкви Барфусера. В октябре 1975 года группа рабочих обнаружила погребальную камеру с кирпичными стенами внутри церкви Барфусера в Базеле, Швейцария, во время ремонта. Внутри гробницы они нашли пару хорошо сохранившихся гробов, а внутри них два комплекта человеческих останков. Один набор представлял собой не что иное, как скелет, а другой представлял собой мумифицированный труп женщины, которая позже будет известна как «Леди из церкви Барфусер». Более поздние исследования идентифицировали её как Анну Катарину Бешов, которая родилась в Страсбурге, Франция, в марте 1719 года и умерла в Базеле в августе 1787 года, местом своего захоронения, которое обычно предназначалось для людей с высоким социальным статусом. Она, вероятно, обязана тот факт, что она была женой пастора Лукаса Херлера, который много лет служил в церкви. В 2015 году очередная серия научных тестов выявила нечто гораздо более удивительное. Анна является очень дальней родственницей Бориса Джонсона, опального бывшего премьер-министра Соединённого Королевства. Интересно, что бы подумала жена этого министра о Борисе Джонсоне, если бы она была жива и увидела это. Номер 7. Гобелен Сампул. Возможно, вы слышали о гобелене из Бае, но вряд ли знаете о гобелене Сампул. Это древний гобелен из шерсти, который был обнаружен в древнем поселении Сампул в Таримской котловине, уезд Лоб, Синцян, Китай, в 1984 году. Когда его нашли, он был превращен в пару мужских брюк, но это не было изначально спроектирован таким образом. И историкам кажется очень странным, что он был вырезан таким образом для такой основной цели. Гобелен завораживает множеством элементов эллинистической эпохи, в том числе диодемой и греческим кентавром, что указывает на то, что это произведение, возможно, изначально пришло из греко-бактерийского царства. Однако человеческая фигура на гобелене могла быть изображением солдата и в этом случае она содержала бы как древнегреческие, так и древнекитайские элементы, что делало бы ее очень сложным для понимания артефактом. Идентификация фигуры, как китайца является спорной, поскольку у нее голубые глаза и европеоидные черты лица, только стиль его одежды кажется неевропейским. Предполагаемые даты создания гобелена варьируются от III века до н.э. до IV века н.э. Номер 8. Сокровища Пенра. Клад Пенра назван так потому, что его находили разбросанным по нескольким полям в Пенре, Камбрия, Англия на протяжении более 200 лет. Время, прошедшее между обнаружением первого артефакта в кладе и открытием самого последнего, делает его одной из самых необычных находок сокровищ в британской истории. Клад включает в себя набор особенных серебряных брошей Пенан, изготовленных в X веке. Первый предмет, большая брошь из чертополоха, была обнаружена в 1785 году. Вторая брошь, почти идентичная первой, была найдена неподалеку в 1830 году. Большинство предметов клада были найдены двумя группами археологов, работавших рядом друг с другом. С другим с помощью металлодетекторов в 1989 году. Историки полагают, что большие броши изначально были намеренно сложены рядом друг с другом в 1930 году, но менее уверены, были ли остальные предметы заброшены намеренно или закопаны одновременно. Эти броши выполнены в стиле, который впервые был популяризирован в романо-британскую эпоху, но этот стиль был перенят викингами, и на самом деле эти броши почти наверняка имеют викинское происхождение. Номер 9. Квадратный зун четырёх козлов. Квадратный зун с четырьмя козлами может звучать как группа случайных слов, но на самом деле это китайский бронзовый ритуальный сосуд. В частности, это бокал зун – ритуальный бокал для вина. Историки в Китае полагают, что этому артефакту более трёх тысяч лет, что делает его реликвией поздней эпохи династии Шан. Как следует из названия артефакта, вазу окружают четыре козла со свёрнутыми рогами, что делает её совершенно уникальной в археологических находках. Сегодня его можно найти в Национальном музее Китая, но впервые он был обнаружен в деревне Хуанкай, провинция Хунань. В апреле 1938 года парой братьев, копавших сладкий картофель на склоне горы. Это самый большой квадратный зун своей эпохи, когда-либо обнаруженный. На нем также изображён рельеф четырёх переплетенных драконов, сопровождающих своих четырёх козлов. Зун на площади четырёх коз фактически исчез после того, как был спрятан на хранение во время Второй мировой войны, но в конечном итоге был перенесён в 1952 году. Семь лет спустя он был отправлен в Национальный музей китайской истории, но позже в том же году был передан в Национальный музей из Китая. Год. Номер 10. Гробницы рельефов. Переместившись в Италию, мы находим гробницы с рельефами цери. Это гробница этруской эпохи, созданная 2400 лет назад, но обнаруженная в 1847 году. Гробница уникальна тем, что почти все обнаруженные на сегодняшний день гробницы этруской эпохи покрыты фресками. Однако этот украшен лепными рельефами. Наше понимание письменности этруского языка несовершенно, но удалось перевести достаточно надписей внутри гробницы, чтобы идентифицировать её как частную семейную гробницу семьи Матуна. На самом нижнем уровне он содержит не менее 32 помещений, над которыми некоторое время спустя в стене были вырезаны 12 дополнительных продолговатых ниш, чтобы можно было добавить больше тел. Либо семья Матуна была очень большой, либо они продолжали пользоваться гробницей на протяжении нескольких поколений. Наличие внутри гробницы лита, рогов и складного стула из слоновой кости позволяет предположить, что это была семья магистратов, но наличие щитов, доспехов и вооружения предполагает, что они также могли быть воинами. Поскольку они жили 2400 лет назад, нет причин, по которым они не могли быть и тем, и другим. Номер 11. Пещера Лоско. Среди живописных пейзажей юго-запада Франции расположена необыкновенная пещера Лоско, известная своими захватывающими наскальными рисунками эпохи Палеолита. Обнаруженная четырьмя подростками 12 сентября 1940 года, стены пещеры вмещают почти 2000 фигурок животных, людей и абстрактных знаков. В коллекцию входят олени, коровы, бизоны, кошки, птицы, носороги и медведи, выгравированные с мельчайшими деталями и художественным изяществом. Эти картины дают яркое изображение древнего мира и священного акта живописи. В 1948 году пещера была открыта для публики, но ежедневный наплыв поставил под угрозу изящные картины. В 1963 году было решено закрыть Лоско, чтобы сохранить его ценные наследия. Два десятилетия спустя появилась точная копия под названием «Лоско-2», предлагающая посетителям возможность ощутить волшебство пещеры, не подвергая опасности оригинальные произведения искусства. Картины Лоско занимают видное место в истории искусства, и одна особенно яркая работа, известная как «Скрещенный бизон», демонстрирует необычайное мастерство художников в передаче реализма и использовании перспективы. Несмотря на эти усилия по сохранению, пещера Лоско по-прежнему сталкивается с новыми угрозами, такими как рост плесени, грибков и бактерий, которые могут повредить картины и стереть их в невременную красоту. Номер 12. Ватиканский некрополь. Некрополь находится в Ватикане, спрятан под, пожалуй, самой известной базиликой в мире. Это настоящий город мёртвых. Этот жуткий некрополь расположен чуть ниже базилики Святого Петра в Ватикане. На первый взгляд, чудо света, сооружение, наполненное прекрасными произведениями искусства, с захватывающими фресками и сотнями лет истории, но пятью этажами ниже, скрытые во тьме под землёй, находятся руины, относящиеся ко времени основания Римской империи. Алтарь Святого Петра является вершиной всей истории. Алтарь сложен на костях возрастом 2000 лет, под которым спрятаны тела мёртвых. Многие из тел, похороненных под базиликой, даже не христиане, самое старое кладбище датируется айвеком нашей эры и использовалось язычниками. И, кроме того, есть ещё один уровень захоронений Вивека. Этот немного более интересен, потому что представляет собой смесь языческого и христианского мавзолей времён, когда язычники Европы медленно обращались в католицизм. Одни только эти два уровня представляют примерно 90% времени пребывания Римской империи у власти между 27-м годом до Н.Э. и 476-го года Н.Э. Хотя базилика Святого Петра – это то, что всем известно и чем славится холм, долгое время она была священным местом. Номер 13. Череп с металлическим имплантатом – одно из самых увлекательных и загадочных открытий в современной археологии. Этот череп, найденный на доколумбовом месте в долине Ломбоеки в Перу, принадлежит сиканской культуре, которая процветала между 750 и 1375 годами н.э. Что делает эту находку необычной? Так это имплантация металлической пластины в череп, по-видимому, выполненная как ранняя форма краниальной хирургии. Пластина, изготовленная из сплава золота и меди, была установлена для прикрытия черепно-мозговой травмы, возможно, вызванной тупым ударом. Эта процедура демонстрирует высокий для того времени уровень медицинских знаний и хирургических навыков. Исследования остеоинтеграции, при которой кость срастается с металлом, позволяют предположить, что человек пережил операцию, что указывает на замечательное понимание медицины и мастерство хирургов доколумбовой эпохи. Культура сикан известна своими навыками в металлургии, особенно в создании очень сложных церемониальных и декоративных предметов. Однако применение этих навыков в медицине открывает новые перспективы уровня технологического и научного развития древних цивилизаций Южной Америки. Этот имплантированный череп также вызывает вопросы о цели операции. Это могло быть медицинское вмешательство для спасения жизни человека, ритуальная практика для лечения духовных болезней или комбинация того и другого. Точность риски и размещение пластин предполагает передовую технику и глубокое понимание анатомии человека. Кроме того, находка способствует дискуссии об обмене знаниями между древними культурами. Некоторые предполагают, что мог иметь место контакт с другими развитыми цивилизациями, что позволило обмениваться медицинскими и технологическими методами. Таким образом, имплантированный в металл черепсиканской культуры является ярким свидетельством изобретательности и мастерства доколумбовых цивилизаций, раскрывая неизвестные аспекты их медицинских знаний и их способности выполнять сложные хирургические вмешательства. Субтитры создавал DimaTorzok